так следующий урок у нас тюльпан что у нас из себя представляет тюльпан да это у нас вот такой вот один лепесточек к нему пристроен еще один лепесточек ну там внутри еще лепесточек и стебелек мы можем нарисовать вот такой у нас листик будет один загнутый 2 например тогда вытянутый заднего плана там какие-то тюльпанчики приступим покрываем типсу белым гель-лаком с липким слоем сушим в работе я буду использовать красный цвет ярко-оранжевый зеленый обычный зеленый темный зеленый такой болотный зеленый можно еще потемнеет зеленые собственно все приступаем беру просто думает типс просохла да получается и я вот так такие дела какие-то непонятные штрихи все собственно весь фон просушиваем и покрываю слегка таким молочным цветом снимая немножечко остаточную липлость не нужно чтобы у нас ничего никуда не утекала было так и рисуем наш тюльпанчик вот такой мне будет тюльпан пристраиваем к нему еще один лепесточек должны на побольше сделаю еще так у нас прям тюльпан тюльпан был его там покажем какие-то дальнего плана начинаем его закрашивать снизу мы делаем такой ярко-красный потом добавляем вот такой розовый и еще все у нас тут тюльпан так красиво друг дружку перетек вот так все это дело и оставим но здесь по закрасим можем даже сразу небольшой стебелек показать как у нас пойдет сушим так дальше беру белую гель-краску и белый гель-лак смешиваю и буду делать подмалевок я тут конечно так уже показала но мы все равно еще по усилим вот наш стебелек вот здесь у нас будет лепесточек загнутый который у нас этот у нас лепесток будет такой длинный никуда у нас не загнулся сразу же давайте покажем еще можно сразу оранжевым такой вот бутончик да там заднего плана и здесь бутончик сосед будем его называть один будет дальнего плана 2 у нас бутон сосед у нас можно такой зелененькой показать это тоже туда куда-нибудь можно даже немножко чуть под увеличить он уж прям совсем какой-то там маленький получился так давайте просушим просушили чтоб вас не что ничего никуда не уплыло так и начинаем нагонять тени я беру красный вот с этой стороны у нас теневой участок вот здесь у нас теневой участок в самом цветке у нас тут тоже теневой участок будет ну и вот нашим желтым и еще делаем ярче просто проходимся усиливаем так сказать цвет и тут дома так точечку еще сделаем здесь давайте покажем что у нас тут тоже какие-то свои есть теневые участки здесь у нас теневой участок тоже имеется здесь можем даже снизу так соседа не бросаем и и давайте сразу наши лепестки закрасим можем сразу же пока не просохло показать вот тут теневый участок сразу же темно-зеленым здесь под нашим изгибом здесь можно под цветочком и просушиваем теперь беру бортовый цвет и покажем еще более темные участки у нас здесь темненький участок здесь будет темный участок и вот будет темный участок и все это прихлопываем можем даже какие-то знаете уже прожил очки даже нам панчики нашим показать они у нас идут что он живой здесь на нем какие-то цветочные венки скажем так так под вытянем их здесь тоже можно дальнего плана тоже не бросаем можно если получится показать какие-то там прожил очки так беру 6 темный здесь покажем тоже такой темный участок мы покажем на соседи все в общем то видно что тюльпанчик так беру темно-зеленый даже чуть-чуть черненького туда возьму прям чуть-чуть черненького мешая черный что-то у меня тут зеленый все подряд мешанину какую-то делаю и показываю тень на нашем листике можем тоже тоже какой-то там прожил очки показать под тюльпанчиком делаем такой темный участок тоже стягиваем его вниз под листиком наша беленький чуть-чуть получился мышцы вот уже закрасим весь изгиб показали сюда вот так покажем можно даже какие-то на титра веночки показать уже у нас тут в поле каком-то даже можно чуть притемнить еще что там такой довольно-то темный участок стягиваем вниз но здесь показать вот сам собственно изгиб загиб это же с этой стороны можно темненькое показать все лепесточек у нас таскать загнулся просушиваем теперь я беру черный и вот здесь вот прям вот прям тут чуть-чуть и вот тут чуть-чуть покажем самые темные участки дальше я там не пойду никуда мы только покажем что там темно можно тоже взять черный еще так еще под добавить наш зеленый вот по выразительнее сделать листики здесь можно изгиб даже сделать так выразительнее скажем так травиночек накидать такой более знаете темный участочек сделать но естественно под тюльпанчиком тоже тут у нас темно есть у нас тюльпанчика ножка здесь тоже она есть не хоть и вдалеке мы больше даже нагонять наверное не будем так я их оставлю что они где-то там растут так просушиваем так теперь я беру наш оранжевый замешиваю в белый мы делаем такие светлые участки на тюльпане видно здесь также тоже какие-то прожилочки сделаем покажем те тоже беру белый с зеленым светло зеленым и здесь покажем тоже светлые участки вот так про темные потом светлые тоже можно с белым намешали тоже какие-то травинки вот она прошла сюда травинка туда травинка больше белая травинка получилась чуть-чуть под зеленим все просушиваем для целостности дизайна я добавлю такие хлопушки вот они мне напоминают иногда такие знаете бабочек летящих где-то куда-то их так прихлопну что-то там какая-то может мошки летают и немножечко я так их найти чуть-чуть белым где-то по приглушаю молочно-белым уже такого воздуха под добавим мы так покрывали но еще покроем так просушиваем так теперь я беру просто белый гейлак белый гейлак и вот на наш тюльпан прямо так тоненько прохожусь и вниз с этой стороны тоже это прям белая гель-краска чистая ни с чем не намешанная вот я взяла и прошлась и там что-то такие хочется показать потому что красно тюльпане интересный такое белый краешек тюльпанчиков часто такие встречаются сюда не буду сильно продлевать сейчас немножко и приглушу что же теневой участок все просушиваем покрываем топом так покрываем топом теперь я беру чисто белую гель-краску и просто тоненько у него под выделено штюльпанчик вот можно сказать ниточку каемочку сюда и здесь тоже также чуть-чуть можно сделать как-то такие вот штучки но немного совсем чуть-чуть там внутри что можно показать можно добавить еще травиночек и белых зеленых мы их уже добавляли но когда поверх добавляешь она более живее смотрится как бы переднего плана травинки туда-сюда вот вот и наш дизайн готов просушить только надо вот эти все наши травинки первого плана просушиваем и все готово в целом вот 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 Продолжение следует...